И в начале масштабном наступлении сирийской армии, которая серьезно потеснила боевиков запрещенной в нашей стране группировки ИГИЛ. Правительственные войска взяли две высоты в провинции Хомс и продвинулись в сторону древнего города Пальмира. Они стараются закрепить свой успех, чтобы скорее отбить уникальный памятник истории у террористов и не дать уничтожить его окончательно. Также удалось освободить от боевиков ряд территорий в Алеппо и Латакии и вернуть под свой контроль трассы, соединяющие стратегически важные населенные пункты. Таким образом, перекрыты важнейшие пути снабжения исламистов. Они несут потери. Многие, лишившись укрепления техники, обращаются в бегство. И все это при поддержке российской военной авиации. Министерство обороны рассказали, какие объекты подверглись ударом с воздуха за последние двое суток. В ущелье горы Мгар, это в районе Дамаска, атакована база одного из бандформирований ИГИЛ. В пещерах на склоне горы боевики оборудовали склад боеприпасов, командный пункт и укрытие для военной техники. В результате удара российской авиации инфраструктура террористов на данном объекте была разрушена. В районе населенного пункта Тадмор, провинция Хомс, бомбардировщикам Су-24 уничтожен крупный укрепрайон боевиков ИГИЛ. Обращаю ваше внимание, что российская авиация наносит удары только по объектам террористической инфраструктуры, которые находятся на значительном удалении от памятников архитектуры. Сам уничтоженный укрепрайон террористов ИГИЛ располагался более чем в 30 километрах от Древней Пальмиры. Продолжение следует...